В молодежно-культурном центре Дрозд состоялась хибинская рокировка. В традиционном шахматном турнире, который проходит в рамках хибинского спортивного фестиваля, встретились воспитанники Центра детского творчества Хибины, спортивной школы Кировска и Оно Дрозд Хибины. Кто сделал победный ход и почему за шахматными досками не оказалось проигравших? Мария Савохина знает ответы. Хибинская рокировка – турнир по быстрым шахматам, поэтому времени на обдумывание ходов у участников нет. В таком цейтноте, говорят опытные шахматисты, главное правильно настроиться на поединок. Нужно максимально подумать и не нервничать, чтобы играть стало легче и лучше. У меня шахматы – это игра, которая тренирует мозг и развивает нервы, потому что если нужно тренироваться, чтобы не нервничать на шахматы, это очень полезная игра. Чтобы достичь 500, нужно заниматься дома самостоятельно немного. А это самые маленькие участники турнира. Им еще не исполнилось и 7 лет. Но несмотря на возраст и отсутствие опыта участия в серьезных соревнованиях, они уже знают секрет победы. Я быстро поставила мат. Самое главное в шахматах – знать, как ходят фигуры. И знать, как ставить на домать. Маленькие ведут себя непосредственно. Они не знают еще правил проведения соревнований до конца. Поэтому возникают какие-то, может быть, споры у кого-то. Кто-то кричит, торопится. Геннадий Анатольевич, я выиграл и так далее. Поэтому вот какие-то вот такие моменты. А так нормально, какие сложности. Заняты ребята хорошим делом. И мне приятно их судить. В двухдневном турнире, который состоялся в Молодежно-культурном центре «Дрозд», приняли участие 40 юных шахматистов. Все получили грамоты и подарки от организации «Дрозд Хибины». А победители ушли домой с медалями. В своих возрастных группах сильнейшими стали Ксения Журавлева, Тимофей Рощин, Михаил Пилипенко, Иван Журавлев, Артем Минаков и Ярослав Галов.